Смотри, у нас это что? Единички. А вот это у нас что? Десятки. А это у нас что? Сотеньки. Интерактивное пространство для творчества, исследования и познания. На базе Харьковского политехнического института открыта образовательная платформа. Здесь можно слушать лекции, рисовать или петь. Есть развивающие конструкторы и сенсорные инсталляции. Скульптуру «Анатомия для художника» создали подопечные одной из студий детского творчества. Название частям тела придумывали малыши. Зуб глупости и очень нервная система. Возможность как-то креативно, интересно, неоднозначно с юмором воспринимать наши все органы части тела. То есть, естественно, это как-то и ознакомливает, и развивает образное мышление. Все оборудование центра адаптировано для детей с особыми потребностями. Очень все интересно, очень хочется познавать все. Я очень рада, что благодаря нашей школе я сюда попала. Образовательная платформа открыта в рамках всеукраинского проекта «Арсенал идей». Как рассказала первая леди страны Марина Порошенко, после Харькова, такие же центры создадут в Мелитополе и Львове, а затем и других городах. Виктория Склярова проводит в Харькове экскурсии для незрячих и колясочников. Она уверена, что «Арсенал идей» теперь станет обязательным пунктом в программе посещений. Люди, которые имеют какие-то проблемы с познанием места, с познанием жизни, с познанием Всесвита, они могут тут все это очень легко и просто познать. Тут есть сенсорные, тактильные и разные-разные вещи. Мы составляем график посещения этого музея школьниками. У нас Совет молодых ученых и специалистов подготовил волонтеров, которые будут экскурсоводами. Интерактивное пространство открыто с понедельника по пятницу с 10 утра до 6 вечера в электрокорпусе НТУ ХПИ. Виктория Вашкевич и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа Объектив.